Здравствуйте, ненаглядные мои! Сегодня я хочу рассказать вам о способе улучшения вашего здоровья при помощи чакральной практики цветовой терапии. В переводе с санскрита слово чакра означает колесо, а наиболее известными и играющими самую важную роль в существовании человека являются семь основных чакр, расположенных вдоль средней линии тела параллельно позвоночному столбу в эфирном теле. Эфирное тело можно увидеть, если попытаться рассеянным взглядом смотреть на контуры человека. Можно легко натренировать эту способность видеть его, просто нужно в сумерках попробовать попытаться рассеять взгляд и смотреть на контур человеческого тела боковым зрением. Уже через пару или тройку таких приемов вы сможете его замечать. Это световая дымка вокруг тела на расстоянии 10-15 сантиметров. Так вот, вернемся к чакрам. Эти семь основных чакр расположены в эфирном теле человека. Первую чакру называют Муладхара, вторую чакру Сватхистана, третью называют Манипура, четвертую Анахата, пятую Вишудха, шестую называют Аджна, а седьмую Сахасрара. И из центра каждой вращающейся чакры исходит как бы энергетический стебель, направленный к позвоночнику и соединяющийся с ним. Таким образом, эти стебельки подключают чакры к самому важному энергетическому каналу – Сушумни. Этот канал поднимается вдоль всего позвоночника к голове. Чакральная воронка, которая вращается вправо, имеет значение мужской энергии Ян, которая представляет силу воли, деятельность, а ее негативное значение – агрессивность. Поворот чакр влево имеет женское значение Инь и символизирует принятие и покорность, его менее позитивное значение – слабость. Чакры поглощают энергии, которые поступают к нам из Вселенной, от природы, от людей и их вещей. Они поглощают и передают энергию энергетическим телам человека. Сама энергия может проявляться через самые низкие частоты корневой чакры Смуладхара или через самые высокие частоты коронной чакры Сахасрара. Преобразованные частоты воспринимаются человеком как ощущения, эмоции и мысли. Разница между человеческим телом и телом космоса заключается только в длине их волн и частот, и в результате божественная сила находится не только вне человека, но также и внутри него. Люди, обладающие даром воображения, могут соответствующим образом подстроиться и на эмоциональном уровне к астральному телу, или на интуитивном, к будхиальному телу, или к другим энергетическим телам и различным слоям осознания и изменить их. Важно понять, что положительный настрой человека влияет на созидательный процесс, а отрицательный – на разрушение. Позитивное мышление, направленное воображение, медитация и другие способы способствуют расширению сознания. А наше сознание – это очень мощное орудие, оно не ограничено сферой материального, расстоянием или временем, и может перемещаться внутри нашего многомерного существа по разным слоям осознания. Когда внимание концентрируется на одной из чакр, человек осознанно увеличивает время вращения цветка чакры, при этом равномерно осознанно дышит и тем самым связывается с областью, за которую отвечает данная чакра. Более подробно я об этом расскажу в других роликах. Подписывайтесь на мой канал и вы не пропустите обновления. Чем большее количество энергии вкладывается в мысль человека или эмоцию, связанную с самой проблемой, тем больше усугубляется проблема. И напротив, концентрация на позитивном мышлении приведет всегда к положительным результатам. Также нужно понимать, что энергетические чакры не статичны, и если какая-либо чакра неподвижна, то именно в том месте у человека проблема. Подобные ситуации можно проверить и исправить цветовой терапией, на которую чакры очень хорошо реагируют. Главное воздействие на них может быть достигнуто самолечением, который включает в себя созерцание цвета чакры, управляемое дыхание и направление движения в зависимости от пола человека. Глядя на цвет чакры, нужно равномерно дышать, визуализируя во время вдоха энергетический поток цвета вдыхаемой чакры, распределять его в воображаемой зоне расположения чакры на теле человека, прокачивая позвоночную область. Энергия сама под влиянием вашей мыслеформы будет растекаться по позвоночному столбу и через него заполнять органы и конечности человека. Такая практика может длиться 7-10 минут и помочь человеку при болезнях, при болезнях суставов и костей, при болезнях кожи, внутренних органов и других. В практике дыхания чакрами, чтобы облегчить задание, я для себя нарисовала картину, чтобы запомнить расположение и цвет семи чакр. Желающие нарисовать подобную картину для себя на холсте маслом для цветовых практик, пишите мне. Я с удовольствием помогу вам нарисовать свою личную картину и поподробнее разъясню, как вращать чакры.